Многие думают о том, что импровизировать на фортепиано это очень сложно. Но на самом деле, если знать определенные, так сказать, системы, структуры, то на основе их будет очень просто. Сегодня я вам покажу самую знаменитую, самую простую систему для того, чтобы импровизировать на фортепиано. Значит так, я сейчас попробую что-нибудь для вас сыграть. Ваше все внимание приковано к левой руке. Вправо я буду играть импровизацию. Я сыграю, а потом буду уже объяснять, что я и как сделала, и что с этим делать. Переходите в мой инстаграм, там я рассказываю больше всего интересного. Если вы хотите научиться прям основательно импровизировать, играть по нотам, записывайтесь ко мне на уроке. Ссылочки оставлю внизу для связи. Так, все, что мне пришло в голову, я попыталась сейчас сыграть. Итак, разбираемся с вами. Что мы делаем? Итак, первая наша вот эта вот схема состоит из цепочки аккордов. Итак, вот эти ноты. Ф, А, С, Е. Дальше. Верхние нотки смещаются вниз. Получается вот такой аккорд. Дальше. Нижние нотки вниз смещаются. Вторые догоняют. Снова нижние убегают. Вторые догоняют. И мы остановимся на этом аккорде. И если для вас этот аккорд слишком неопределенный, то мы можем добавить еще верхнюю, продублировать верхнюю нотку. Или сыграть вот так вот. Он будет более устойчив. Еще раз. Но мне нравится все-таки вот в таком виде. Пользуйтесь. Супер. Но теперь вопрос. Что с этим делать? Как? Вот мы выучили с вами вот эти аккорды. Как их вместе скоординировать с правой рукой? Значит, смотрите. Вот эти аккорды вы выбираете определенную пульсацию. У нас есть четная пульсация и нечетная. То есть, либо на раз-два, либо на раз-два-три. Соответственно, мы можем брать раз-два, раз-два как бы повторяющиеся. То есть, смотрите. Раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-д четность. Значит, я беру каждый аккорд, я его повторяю четыре раза. А в правой руке я играю все, что мне захочется. То есть теперь я представляю, что у меня в правой руке какая-то мелодия, и она должна как-то вот извиваться вокруг вот этих вот ноток. То есть вот эти ноты у меня опорные. И я начинаю, например, с вот этой вот ноты. Три, четыре, раз, два. 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 Три, четыре. Значит, это был первый способ. Дальше. Что мы можем сделать с левой рукой? Вот у нас аккорд. Мы берем, нажимаем сначала бас, и потом вот какие-то... Ну, давайте все остальные нотки. То есть у нас идет так бас и три нотки. Дальше будет бас и три нотки, бас и три нотки. Три, да. И попробуем подставить правую руку. Не нравится мне эта тисситора. Давайте что-нибудь повыше сделаем, чтобы был такой какой-то объем. Кстати, вы можете проэкспериментировать. Играть либо вот здесь, либо здесь. Чувствуете, да? Сразу же меняется окраска. Поэтому здесь тоже можете импровизировать. Играть либо вот эти нотки. Так. Так. Что-то вроде такого. Теперь следующий вариант, как можно разыграть эту структуру. Итак, берем аккорд и отдаем в правую руку. Играем в правой руке, а в левой руке только бас. Получите так. Давайте играть вверх и вниз. Что-то вроде такого. Давайте следующий вариант. Итак, вот у нас аккорд в правой руке. Давайте его как-нибудь интересно разыграем. Давайте верхнюю нотку будем еще как бы отбрасывать вверх. К примеру, так. Тоже как вариант. Неплохо. Смотрите, я вам сейчас накидываю какие-то идеи. Вы можете посмотреть эти идеи и сделать какую-то новую, новую, новую идею и совмещать это вместе и чередовать, миксовать и пробовать что-то еще. Вот, кстати, у меня родилась, пока говорила, интересная идея. Значит так, мы играем сверху вниз. Музыка Тоже имеет место быть, но в моей голове оно звучало как-то поинтереснее. Хорошо, давайте последняя идея. Какая-то будет у нас идея. Я потом посчитаю. Значит, мы играем что-то более драматичное. Музыка Кстати, из этой идеи можно потом продолжить. Продолжить вот эту вот линию. Музыка Так, ну вот вам и прекрасная, так сказать, прогрессия для фортепиано, для импровизации. Я вам скажу о том, что если вы сели и начинаете первый раз что-то сочинять, попробуйте взять бумажку и сразу как-то в виде рисунка или в виде каких-то стрелочек нарисовать себе, чтобы это запомнить и чтобы на следующий день сдать. И если у вас что-то интересное получилось в голове, не забудьте это. Потому что в импровизации такое дело, мы обычно что-то, так сказать, интересное делаем, потом мы это забываем и мучаемся как это вспомнить. Поэтому записывайте. Если вам нравятся вот такие видео, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду знать точно, что это интересно и буду больше снимать для вас каких-то интересных вот таких вот ритмических прогрессий. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего видео. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok